Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем наш очередной урок в понедельной главе ТОРР-Э. И сегодня у нас разговор о кашруте. Написано в главе РЭ, не ешьте никакой мерзости. Вот животное, которое можете вы есть. Мы читаем в главинах. Все, что движется по земле, будет вам в пищу. Только за кровь я взыщу. Тот, кто прольет кровь человека, того кровь будет пролита людьми. Особенно за кровь человеческую взыщу. То есть мы можем есть любое животное, которое нам понравится. Любое. Но есть у нас ограничения. Нельзя есть животное, которое живое, не зарезанное. Оторвать от животного ножку, допустим, и съесть мы не можем. Животное должно быть зарезано и только после этого съедено. Это особый запрет для всех народов мира. Но для еврейского народа, так как мы приняли ТОРу на горе Синай, то законы другие. Написано, не ешь никакой мерзости. Вот животное, которое можете вы есть. Бык, овца и коза. Горная коза. Олень. Серна. Козероги, сайга. Буйвол и лось. Серна это косуля, сайга это лань. Можно определить, что это за животное. И любое животное, у которого раздвоенные и расщепленные копыта, и оно отрыгивает жвачку, мы можем есть. Животное должно быть с раздвоенными и расщепленными копытами. Простить, как работает расщепленная копыта, мы можем на примере горного козла. Когда он поднимается по скалам, он эти копыта раздвигает и хватается за выступы на горах. И прыгает в таких невероятных ситуациях, что трудно себе представить, как он вообще может там держаться и прыгать и жить. Вот так работает раздвоенно расщепленная копыта. А вот допустим, если у лошади копыта действительно раздвоенные, но они не расщепленные, и мы это животное есть не можем. Что касается отрыгивающая жвачку, то этого животного двойной желудок. Оно все время жует жвачку. И обходится не таким большим количеством продуктов, травы, допустим, чем животное, которое все время должно есть. И интересно, что наши мудрецы говорят, а как нам определить, какой у него желудок двойной это животное, мы не знаем, можем ли мы его есть. Так наши мудрецы говорят, любое животное, у которого есть рога, кошерное, любое, невзирая это бык этот маленький австралийский, 45-50 кг весом, или это то, что в Индии бык большой, там полторы тонны, или это буфало африканский бык тонна весом, или овцебык там, северный, живет в Скандинавии, до 350 кг веса в природе тоже. В общем, любые эти животные можем есть. Тем более, можем взять любую антилопу, на сегодняшний день ученые насчитывают 96 видов антилоп, любую можем есть. И также жирафа можем есть, даже маленькую антилопу дик-дик, которая рожки такие маленькие, остренькие, она как кролик, вот такого размера. Всех этих животных мы можем есть смело. Есть рога, есть, можем есть смело. Что касается животных, у которого есть один признак. Допустим, есть один признак, он отрыгивает жвачку. Тора называет таких животных три. Это верблюд, заяц и доман. Что такое доман? Наши мудрецы считают, что это барсук. И есть животное, у которого копыта раздвоены, расщеплены, но жвачку не отрыгивает оно. Это свинья. То есть любая свинья, их 8 видов на сегодняшний день насчитывается. Свиней на земле. Никакое животное из этих мы не можем есть. Никакого бородавочника африканского, никакого вепря дикого кабана, ни домашнюю свинью. Никаких свиней мы есть не можем. Что касается птиц. Мы можем есть огромное количество птиц. На сегодняшний день ученые насчитывают на земле более 9000 видов птиц. И естественно мы можем больше 9000 видов есть. То, которое называет 21 птичку, которую мы есть не можем. И там есть эти птички перечислены. Как наши ученые понимают какие это птички. И в разных книгах есть разные переводы их. Вот допустим есть такой список у нас в переводе. И орел, и орер морской, и шулятники, сокол, коршун породу его, всякий ворон породы его, сраус, сова, чайка, пеликан, сиб, баклан. В общем и удоды, летучая мышь. Смысл в том, соколы там. В общем смысл в том, что мы не имеем определенных признаков, таких как у животных. Мы только знаем, что есть такие птицы. А признаки не указаны. Есть ученые пытаются эти признаки на какие-то идти. Там у них такие лапы в общем разные. Но в основном мы едим тех птиц, которые мы точно знаем, что дошли до нас по традиции. И мы едим, допустим, куры, мы знаем, что их можно есть. Также индюка можем есть. И утку, и гуся, и голубя. Есть мнение, что Равецкак Зильбер в благословенной памяти говорит, что ему родители говорили, что можно есть куропатку. Рав Мардыхай Бала говорит, что по всем признакам фламинго – кошерная птица. Ну и все. И мы их, остальных птичек мы не едим, потому что мы точно не знаем перевод вот этих 21 вида птиц, которые есть в Торе. В этой главе добавлен шулятник, в главе Рээ, в главе Шмини шулятника нет. Есть изменения в этих главах. Допустим, там рассказаны только животные, которые могут есть, что не имеют раздвоенно расщепленные копыта. А здесь они перечислены эти 10 видов, что мы говорили, 3 домашних быковца и коза, и 7 диких. Вот так. Поэтому птички мы вот так едим только тех, что мы знаем. И если взять перепелку, то та ли это перепелка, что мы ели в пустыне мясо этой птицы, мы не знаем. Поэтому стараемся не есть. Если в Израиле в магазинах есть перепелиные яйца, и там стоит кашрут, знак, стоит все это, можно есть. Так. Если наши родители считают, что эти яйца можем есть, да. Но к этому надо серьезно относиться. Без знака кашруда надо лучше воздержаться от таких покупок, не есть их. Что касается рыб. Любые рыбы, у которых есть плавники и чешуя, считаются кашерными. И указано, что в воде. Чешуя в воде. Это значит, что такая рыба, допустим, как скумбрия, макрель, если мы ее вынимаем из воды, чешуи у нее нет. Потому что она только в воде, когда ты вынимаешь, она отпадает автоматически. Но есть мы ее можем. В воде есть чешуя, пожалуйста. Есть можем на здоровье. А вот, допустим, считать чешуей вот эти шипы на боках у осетра мы не можем. Потому что чешуя должна ножом сниматься нормально. Если она не снимается ножом, а отрывается весь из кожи, это рыба не кошерная. Мы их не едим. Есть спорные рыбы, допустим, ставрида. В одних морях у нее есть чешуя. В других морях чешуи у нее нет. И поэтому мы ее не едим. До прихода Машеяха, это спор, мы не едим. Придет Машеях, мы узнаем, можно ли ее есть, будем есть. Пока нет. Что касается мелких животных, они особо нечисты. Значит, в этой главе они не перечислены, а в главе Шмени они перечислены. Слепыш, мыш, черепаха, анака, ворон, ящерица, хамет и филин. Тоже перевод мы точно не знаем. Хамет считается, что это улитка. Есть другие переводы. В общем, мы их есть не можем. И мало того, что если ты съел, допустим, козаид, это с маслину, какого-то некошерного мяса, то тогда ты становишься нечистым, в храм зайти не можешь, на высерадежу свою до вечера не можешь войти в храм, пойти в миг, потом пойдешь. А что касается вот этих животных, восьми которых я перечислил, то даже если мы съели свечменное зернышко, уже человек становится нечистый. От этих животных. То есть, уже даже мелкое такое, как весьменное зернышко, делает нас нечистыми. И в храм мы зайти в этот день не можем. Сейчас храма нет, естественно. И мы не становимся нечистыми. И можем заходить, если мы съели что-то некошерное, в любые помещения. Но, конечно, это надо стерегаться. Растора нам запретила, мы есть не можем. Что касается насекомых. Нет, Тора нам говорит нет. Есть мы их не можем. Но есть исключения. Есть четыре вида насекомых, в главе Шмине они указаны. Почему-то в главе Рэнам Всевышний их не указывает. И написано, Саранча Салям Харголи Хагав. Четыре вида кузнечиков. Мы их можем есть. Но Раши пишет, мы не знаем, как их определить. Уже тысячу лет назад он говорит, ну мы не знаем одних с короткими крыльями, а другие с длинными, разных цветов. Мы не знаем, как определить. Поэтому мы не едим. Есть такие люди, которые знают, это еминские евреи. Они считают, что они знают по традиции, что они могут есть серую саранчу, пятнистую, красную, белую саранчу. Они считают, что не могут определить. И это касается только стайных кузнечиков. Одиночных кузнечиков они тоже не едят. Когда стайные летают саранчи, они знают определить, они делают, жарят, как семочки едят. В общем, но у них дошла традиция, у европейских евреев не дошла, мы не едим. Что касается любых водных обитателей, кроме рыб, мы не едим. Никаких омаров, никаких крабов, никаких лангустов, никаких креветок, ни осьминогов мы не можем есть. Вот. Это разный крыль нам запрещен. Вот так вот. Тора нам запрещает. Другим народам мира, Всевышний, это да, разрешает. Нет запрета на это, но нам сказал, ты народ святой, значит, выполняй, как я тебе сказал. Мы должны это выполнять. Кровь запрещена, животное должно быть четко зарезано. Есть специальные люди, которые этому обучаются. Шохет учится на этом не один год. Он знает, как перебить пищеводную трахею одним ударом ножа. И после этого вымывается эта кровь, засыпается крупной солью, и тогда мясо будет готово, можно есть. И казалось, ну как это так? Нам запрещено есть свинину, такая она сочная, вкусная. Но Всевышний для этого приготовил, есть мост какой-то, рыба она называется, в ведраше, что он точно напоминает вкус свинины. Кровь нам есть, запрещено при любых случаях. Но печень животного разрешена. Хотя она оказалась вся из крови, нет, нет запрета, ее есть, ее можно есть. То есть, есть всему замена. То есть, Всевышний все это предусмотрел. И обычная еврейская кухня не страдает от того, что нам что-то запрещено. Наоборот, когда ты готовишь по кашруту, все четко, то удовольствие от еды очень большое. Чтобы Всевышний просто нас держит в определенных рамках, чтобы мы понимали, что самое главное то, что говорит Всевышний. И для нас это самый лучший вариант. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан для поднятия души Яков Беннахум, Владимир Бен Григорий, Павел Бен Ефим, Самуин Бен Герш, Хай Малков от Йосифа, Мира Батаврагам, Роза Бат Михаэль, Памяти Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель. За здоровье Светлана Бат Клара, Шимон Бен Эцхак, Борис Бен Мария, Анна Бат Ривка, Полина Пиан Бат Соня Сура, Лена Бат Клара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен Софья, Двора Бат Мирьям, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двора, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Маэль, Евгений Бен Берта, Евгений Бат Ита, Фира Бат Анна, Геннадий Бен Елена, Леор Бен Клара, Ольга Бат Светлана, Дан Йосиф Бен Сара, Танев Бат Фрида, Ида Бат Рива, Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат Белла, Запарноса и Брют, Владимир Бен Рая, Марина Бат Рая, Борис Бен Марина, Всего хорошего, Легу Марченко, Мазал Бороса Сгула, Ирина Батури, Ароны Ребен Ри, За хороший дух, Ароны Ребен Двойра, Диз Бен Ахум, Авигайл Бат Сара. Делитесь этим видео с друзьями. Всем браха, парнаса, каванам, мазал то, что мы это время не грешили, учили Тору. Всем всего самого наилучшего, желаю всем крепчайшего здоровья, чтобы скончилась эта война. И до следующих встреч, надеюсь, оставится завтра в 15.30. Шалом.